Здравствуйте, товарищи! Если посмотреть, сколько людей посмотрело ролик, посвященный введению в науку и логике, то это не может не порадовать. Больше двухсот тысяч. О чём это говорит? О том, что вот то, о чём можно было раньше только мечтать, или о чём много раз говорил Владимир Ильич Ленин, который был единственным руководителем, который знал диалектику, и поэтому его боготворят. Просто дело в том, что он обирался на самые великие достижения и использовал самую передовую методологию. Если другие люди будут это делать, то они тоже будут быстрее продвигаться вперёд во всех своих делах, при решении всех своих проблем. И вот так получилось, что, само собой, оказываются помощники в этом деле. Во-первых, один товарищ пообещал, что он постарается напечатать из собрания сочинения Гегеля науку и логики, и доставить её, чтобы можно было снабдить тех, кто не может приобрести науку и логики. Это раз. Во-вторых, вот мне на работе один мой товарищ, более солидный и старший, вчера подарил мне журнал под знаменем марксизма, номер 3, март 1922 года. Вот он так выглядит. Написано, пролетарий всех стран, соединяйтесь, ежемесячный философский и общественно-экономический журнал номер 3, март 1922, книга издательства «Материалист», Москва. И вот именно в этом номере, который мне подарили, в нём, в самом начале, содержится статья Ленина о значении воинствующего материализма. Вот прямо из этого журнала с жёлтыми страницами и слевшими. Журнала, который бы специально создавался для того, чтобы помочь людям изучать науку логики и диалектику Гегеля. Вот что пишет Ленин на странице 9 журнала. «Мы должны понять, что без солидного философского обоснования никакие естественные науки, никакой материализм не может выдержать борьбы против натиска буржуазных идей и восстановления буржуазного миросозерцания. Чтобы выдержать эту борьбу и провести её до конца с полным успехом, естественник должен быть современным материалистом, сознательным сторонником того материализма, который представлен Марксом, то есть должен быть диалектическим материалистом». Чтобы достигнуть этой цели, сотрудники журнала под знаменем марксизма должны организовать систематическое изучение диалектики Гегеля с материалистической точки зрения, то есть той диалектики, которую Маркс практически применял и в своём капитале, и в своих исторических и политических работах, и применял с таким успехом, что теперь каждый день пробуждения новых классов к жизни и к борьбе на Востоке, Япония, Индия, Китай, то есть тех сотен, миллионов человечества, которые составляют большую часть населения Земли, и которые своей исторической бездеятельностью и своим историческим сном обусловливали до сих пор застой гниения во многих передовых государствах Европы. «Каждый день пробуждения к жизни новых народов и новых классов всё больше и больше подтверждает марксизм». Конечно, работа такого изучения, такого истолкования и такой пропаганды гегелевской диалектики – гегелевская написана с большой буквы – чрезвычайно трудна, и несомненно, первые опыты в этом отношении будут связаны с ошибками. Но не ошибается только тот, кто ничего не делает. Опираясь на то, как применял Маркс материалистически понятую диалектику Гегеля, мы можем и должны разрабатывать эту диалектику со всех сторон, печатать в журнале отрывки из главных сочинений Гегеля и столковывать их материалистически, комментируя образцами применения диалектики у Маркса, а также теми образцами диалектики в области отношений экономических, политических, каковых образцов новейшая история, особенно современная империалистическая война и революция, дают необыкновенно много. И вот группа редакторов и сотрудников журнала «Под знаменем марксизма» должна быть, на мой взгляд, своего рода обществом материалистических друзей гегелевской диалектики. Без того, чтобы такую задачу себе поставить и систематически её выполнять, «Материализм не может быть воинствующим материализмом, он останется, употребляющий дринское выражение, не столько сражающимся, сколько сражаемым». Вот, что писал Ленин в 1922 году. И вот то, что здесь на сайте Опер.ру уже несколько разных тем затронуто, которые касаются разных проблем экономических и политических и идеологических, в широком смысле слова, с учётом и на основе использования материалистической диалектики, есть продолжение вот той линии, на которую указывал Ленин, как на главную дорогу, с помощью которой можно выйти на широкий простор исследования и получить такой материализм, который не просто является сражающимся, а ещё и побеждающим, а не сражаемым, как может получиться, если не знать диалектики Гегеля. Мы уже разные брали вопросы, важные проблемы, и вот сегодня предлагается взять ещё более крупную проблему, крупнее, чем мы рассматривали даже в последний раз, когда шла лечь о величии Великой Октябрьской социалистической революции. Или можно сказать, что мы ещё недостаточно рассмотрели этот вопрос о величии Великой Октябрьской социалистической революции, потому что она послужила толчком к осуществлению новых других революций и к созданию новых государств социалистических, которые составляют сегодня определённую силу, такую силу, которая всё время постоянно развивается, и ту, которая всё время увеличивается. А с другой стороны, противник слабеет. Поэтому мы должны по-новому взглянуть вообще на тот мир, в котором мы живём, если мы посмотрим на этот мир диалектическими глазами. Для начала начнём с некоторых понятий, или с основного понятия, вот понятие эпохи. Что такое эпоха? В какую эпоху мы живём? Понятие эпохи – это понятие, в общем-то, всемирно-историческое. Его нельзя применять к каким-то мелким вещам, что у меня вот сегодня эпоха перед завтраком, или эпоха после ужина. Понятие эпоха применяется к человечеству и к истории человечества в целом, и эпох очень немного. А что такое эпоха? Эпоха – это такой исторический, крупноисторический издевик. Можно перечислить эти эпохи, как говорится, пальцем. Всегда в каждую эпоху, за исключением только первобытно-общинного коммунизма, всегда есть такой класс, который олицетворяет эту эпоху, и который в эту эпоху является прогрессивным. Ну вот, мы можем сказать, что была эпоха первобытно-общинного коммунизма, а она заняла порядка 90 тысяч лет. Затем наступила эпоха рабовладения. Какой класс был прогрессивным тогда? Рабовладельцы. Они, между прочим, начали за счет разделения труда развивать науку, развивать культуру, развивать искусство. И мы до сих пор используем, применяем и изучаем то, что делалось вот в эту рабовладельческую эпоху. Не только водопровод, построенный рабами Рима, но и, например, эвклид в эту эпоху творил, и ничего не изменилось в эвклидовой геометрии, которую изучают в школе. Это та геометрия, которая была открыта в рабовладельческую эпоху. В эту же самую рабовладельческую эпоху появились первые уже машины, такие орудия неэлементарные, вроде ножей, или уже, скажем, метательные орудия, или такие орудия, которые могли проламывать стены. То есть в эту эпоху началось развитие уже машин как средств производства, которые сегодня представляют собой основу современного общества, если они взяты вместе с отношениями. Машинное производство и общественные отношения, связанные с развитием как раз этого машинного производства. Следующая эпоха, это была эпоха феодализма. И сегодня можно сказать, что феодалы, они крепостники, они эксплуатировали крестьян. Естественно, да, так и это и есть. И мы не можем взять одну сторону и не взять другую. Как рабовладельцы, они эксплуатировали рабов, не считали их за людей, и вся рабовладельческая демократия сводилась к тому, что вот это меньшинство рабов потом определяло по большинству голосующих, а голосовали только рабовладельцы и свободные граждане. А что касается рабов, никто их не собирался никакому голосованию допускать. То же самое было и при феодализме. Но феодалы создали мощные государства, создали замечательные архитектурные творения. Вот вы пройдите по современному Петербургу, Ленинграду. Какие здания самые красивые? И самые красивые здания, это здания, которые созданы в эпоху феодализма. Потому что дворяне, они не гнались за деньгами, как вот нынешние, а деньги использовали для того, чтобы удовлетворять свои потребности. Они, конечно, утопали в роскоши, но они старались сделать красиво, и это красивое осталось прочное и надежное до наших времен. Поэтому, что у нас самое красивое в Санкт-Петербурге? Ну, это, во-первых, Смольный. Во-вторых, это Исаакиевский собор. В-третьих, это, скажем, Меншиковский дворец, Таврический дворец, скажем так. Таврический дворец, который сейчас находится на Шпалерной улице. С одной стороны, Таврическая улица, с другой стороны, Потемкинская. Его подарила Екатерина своему фавориту, который, как известно, очень много сделал для России, Меншиков. Ну, а это здание, как оно только не использовалось. Вот в советское время, в самом начале, после революции, там прошел первый конгресс Коминтерна. Оказалось, что это самый лучший зал в Европе для проведения конгресса. Первого конгресса коммунистического интернационала. Потом там была высшая партийная школа и университет маркизма, ленинизма, ленинградского горкома и обкома, КПСС. Там был факультет партийно-хозяйственного актива. Сейчас там ассамблея стран СНГ. То есть, этому зданию ничего не делается, оно сделано на века. И мы перестаем восхищаться этим творением. Можно сейчас сказать, что вот то, что падает, это наверняка что-то новое. А вот то, что было сделано в эпоху феодализма, или это было сделано при Сталине, например, то, значит, не будет падать. Как только что-то подобное пытаются сделать, смотрим, год, два, три начинает рушиться здание. Вот пример. На проспекте Энгельса, недалеко от площади, есть такой магазин, точка света, где продают осветительные приборы. Там стоял сталинский дом. Его решили разобрать, потому что кому-то захотелось получить место для нового строительства и получения новых денег от тех, кто будет платить за квартиры. Это быстро было сделано, разобрать получилось очень быстро, построить тоже очень быстро, под названием Нью Сталинк и рекламируется как Нью Сталинк. Он весь такой обшарпанный, сейчас дом стоит, всякие тоненькие листочки гранита уже давно отвалились, и все это в таком безобразном, неприличном виде сейчас предстает вниманию тех, кто идет мимо. И вот он проходит в сталинский дом, там ничего не тронутое, ничего не отпадает, ничего не сыпется. А вот доходит до этой Нью Сталинки, тут все рассыпается в прах. Так что, вот когда мы говорим о периодах или об эквохах эксплуататорских, не надо забывать, что эти эпохи тоже были эпохами человеческого развития. И очень долго человечество развивалось в лоне эксплуататорских формаций. Долго, но не всегда и не до конца. Поэтому наступил такой момент, и этот момент продемонстрирован был Великой Октябрьской социалистической революцией, когда произошло отрицание. Первое отрицание, как известно, было отрицание первобытного коммунизма, и оно привело к тому, что сложилась эпоха эксплуататорская, в эту эксплуататорскую эпоху были три эпохи. Эпоха феодализма, эпоха еще раньше рабовладения, эпоха буржуазная, а затем отрицание, отрицание, и снова мир вернулся к коммунизму, но уже к такому, у которой в снятом виде содержатся все завоевания предшествующих формаций. Вот в этом смысле социализм, коммунизм гораздо богаче капитализма. Он вбирает в себя и все то, что было сделано при феодализме, и все то, что было сделано при рабовладении, и все то, что было сделано при капитализме. Действительное уничтожение капитализма состоит не в том, чтобы рушить то прекрасное, что уже было построено или создано в предшествующую формацию, а в том, чтобы это сохранить и развить. Действительным уничтожением частной собственности является не уничтожение объектов собственности, а соединение этих объектов в единое целое, и развитие того, что было создано в предшествующую эпоху. Вот поэтому с этой точки зрения можно сказать, что началом эпохи, новой эпохи, вот той эпохи, в которой мы живем, является не Октябрьская революция. Так что началом этой эпохи является переход капитализма в такую стадию, когда он стал уже монополистическим капитализмом. Я думаю, что каждый сам может додуматься, что если мы ведем конкуренцию друг с другом, и есть свободный рынок, то либо я побил своего конкурента, либо конкурент побил меня. И в результате этой конкуренции количество так называемых игроков на этом рынке все сокращается, количество единиц, которые захватывают соседние или другие рыночные единицы, все уменьшается, а мощь и масштабы их растут. В итоге мы должны сформулировать тот вывод, что стихийная конкуренция рыночная ведет к монополии, и капитализм неизбежно превращается в монополистический капитализм. Вот этого никак не могут понять многие наши деятели, претендующие на то, что они умные, грамотные, толковые. Неужели непонятно, что если вы строго выступаете за рыночное регулирование, так вот рыночное регулирование давно уже привело к чему? К созданию монополий, и во всем мире уже нету этого стихийного рыночного механизма, у нас уже господствует монополистический капитализм. Вторая фаза капитализма. А что такое монополистический капитализм? Вот люди, которые изучали диалектику и, между прочим, её применяли, а именно вот Ленин в книге «Империализм как высшая стадия капитализма» показал, что империализм, а именно монополистический капитализм, это высшая и последняя стадия капитализма. Какая? Это такая стадия капитализма, которая беременна новым. А чем она беременна? Ну, для этого надо просто посмотреть на развитие самого империализма. Империализм имеет тенденцию превратить всё общество в единую монополию. И вот это единое капиталистическое монополие, писал Ленин, но обращённое на пользу всего народа и означала бы социализм. То есть, социализм – это не выдумка социалистов, коммунистов. Это не то, что нравится там трудящимся или не нравится трудящимся. Это не то, что является предметом интереса одних и к чему другие безразличны. А это вот та объективная тенденция, которая существует в современном монополистическом капитализме. Тем более, он уже стал государственным монополистическим капитализмом. И социализм является не как некое творение, которое выдумали некие социалисты, как это в своё время пытались сделать социалисты-утописты. Нет, он, так сказать, проглядывает во всём движении современного капитализма. Возьмите любую монополию. Любая монополия ведётся по плану. Обязательно идётся по плану. В рамках единой собственности никакого рынка нет. Если там есть и цены, цены, когда передаются на предприятие одной и той же монополии на другое предприятие, это так называемые трансфертные цены, условные цены. То есть, это как движение продукта между цехами одной и той же фабрики. Постепенно всё больше и больше, так сказать, разрастаются такие монополистические острова в стихийной рыночной экономике. И вот эти большие монополистические острова планомерности, в которых происходит то, о чём Маркс говорил в «Капитале», что всякий непосредственно общественный труд или труд, осуществляющийся в достаточно крупном масштабе, нуждается в управлении, которое обеспечивает связь индивидуальных работ и выполняет функции, вытекающие из движения всего производственного организма в целом. Отдельный скрипач сам управляет собой, а оркестр нуждается в дирижёре. И если вы возьмёте любую компанию, там компанию «Шелл» или компанию «Газпром» и так далее, там есть и планомерность, там есть и управление, там есть не просто предсказания, а там есть предвидение и направление движения этой компании, но оно наталкивается на то, что не вся экономика, конечно, является планомерной. Хотя мы тут наблюдаем и странности. Например, в России на сегодняшний день государственный сектор составляет 70%. Казалось бы, раз он составляет 70%, то вот в рамках этого сектора-то можно составить план? Можно и нужно составить. Надо составить этот план. А дальше, а как быть с сектором, который является невключённым в государственный сектор, то есть, не государственные предприятия? Частные предприятия, не государственные. Государственные тоже частные, но принадлежащие всему классу капиталистов в целом. Как быть с этими 30%? Очень просто. Надо давать заказы государственные, и частные собственники, капиталисты с удовольствием будут брать эти заказы, бороться будут за получение госзаказов, потому что во всём мире идёт борьба за получение госзаказов, за стабильное финансирование. Поэтому и отсюда вытекает, скажем, первый пункт программы, которую нужно реализовать срочно. Это нужно поручить Академии наук и двум экономическим министерствам промышленности и торговли и экономического развития составить план развития государственного сектора и программу развития страны, которая включала бы в качестве своего ядра этот план и заказы для остальных предприятий. Это раз. Во-вторых, для того, чтобы можно было этому организму развиваться, надо сохранять и воспроизводить средства производства, заменять старые на новые, со сроком амортизации не более 10 лет. Поэтому нужно сделать амортизацию с 10-летним сроком обязательной и не допускать утечки этих амортизационных средств за счёт того, что берётся амортизация вплоть до 100 лет срок амортизации, утечки за границу. Для этого нужно установить срок амортизации не более 10 лет, и тогда у вас будет постоянно присутствовать новый парк средств производства, и тот научно-технический прогресс, о котором болтается, станет реальностью. Далее нужно обеспечить накопление капитала. Вообще вот в капитале Маркса говорится о том, что после того, как капиталист получает прибыль, поскольку он капиталист, и он должен заботиться о расширении капитала, о воспроизводстве капитала, потому что капитал – это самовозрастающая стоимость. Что он должен сделать? Он должен часть прибыли отправить обратно в производство для увеличения количества средств производства и новых рабочих мест. Это называется фонд накопления. Фонд накопления можно сделать для предприятий государственных порядка, скажем, 80% прибыли, а для остальных предприятий, которые не государственные и не входят в систему полномерного развития в рамках одной государственной монополии, ну, порядка, скажем, 60%. И вот тогда не будет такой картины, какая у нас сейчас в России есть. Вот недавно наш дорогой Центральный банк проинформировал, что как хорошо идёт дело, что вот у нас всего утекло за прошлый год только 100 миллиардов за границу, нелегально. Нелегальный вывод денег из России – 100 миллиардов рублей. Ну, это, говорит, гораздо лучше, чем было ещё год назад. Там было 500 миллиардов рублей. То есть, деньги перекачиваются, которые должны пойти на амортизацию и на накопление, они перекачиваются, так сказать, в фонд потребления, и то, что из фонд, представляется собой фонд потребления, вымывается за границу, и оттуда никакими силами их уже не достанешь. Хотя какие-то шаги в этом отношении делаются, но рыба уже уплыла, и не надо её просто хватать за хвост, надо это делать раньше. Не надо прикидываться, что у нас нет денег, потому что мы единственная страна в мире, у которой есть плоская шкала налогообложения. Нигде такого безобразия нет. В той же Франции с высоких доходов берут 56,8%. Вы получили 1 миллиард евро, ну 568 миллионов будет отправлено, так сказать, в качестве налога государству, а остальное, пожалуйста, разматывайте, хотите в Куршавеле, хотите в других островах или местах, это ваше дело. А у нас же разматывается и проматывается всё, и говорят, а спасибо тоже только использование пенсионного фонда, или если мы не будем индексировать пенсии, а дадим только по 5 тысяч, и тогда мы на этом сэкономим кое-что, и тогда что-то мы дадим производству нашему. У нас одни купаются в золоте этих, в деньгах, а другим никак не завести концы с концами. У нас на сегодняшний день децильный коэффициент соотношения 10% самых богатых или доходов самых богатых и 10% доходов самых бедных – 32, а в той же Скандинавии 3-5, там в Финляндии, в Дании, в Швеции, в Европе 5-7, в Америке 9, а у нас 32. Мы впереди планеты всей. Дальше для того, чтобы развивалось производство, надо дать кредит дешёвый. Почему у нас кредит должен быть по ставке больше, чем в США? В США недавно собиралась резервная система и приняла решение не повышать ключевую ставку, оставить её на уровне 0,5-0,75%. Это значит, что люди получают максимум под 0,75% и после этого они развивают производство, строят заводы, фабрики, начинают новые какие-то мероприятия, связанные с развитием и применением научно-технического прогресса и передовых технологий. Потом они отдают вот этот самый процент 0,75% и всё. Ну или если это они делают через посредников, ну значит там сумма 1-2%. Наши же как будто бы им дали задание, то ли ЦРУ, то ли Пентагон. Ни в коем случае не допустить понижение нашей ключевой ставки ниже чем 10% сейчас. Уже и денег много есть. Уже и не знают, куда их складывать. Думают, так, туда сложить или сюда сложить, значит ещё доллары купить. Ну что вы покупаете и продаёте? Только бы не допустить в производство, только бы не развивалась российская экономика. Что только они делают. Лишь бы не делать то, что нужно России, а делают то, что нужно Соединённым Штатам Америки и другим западным государствам, которые устроили санкции. И то, что устроили санкции, для нас это хорошо, это ещё приходится самим некоторые вещи делать, иначе бы только продавали бы нефть и покупали бы какие-то игрушки и были бы колониальной страной, сырьевым придатком к развитым государствам. И в один прекрасный момент прекратили бы нам поставлять, и мы бы умерли тут. И сюда бы пришли американские войска. В любой момент. Вот так ведут сегодня экономику. Кому вы докажете, что можно вот так вот вести хозяйство, когда у вас все государственные предприятия сами по себе действуют, как будто они отдельные предприятия, а монополия – это одна, собственность одна. Людям дали такое богатство, они претендуют на власть, на то, что они государство, а государственный сектор расколот на отдельные какие-то частные предприятия, которые что делают? Ну, раз они отдельные частные предприятия, задача какая? Сейчас себе набрать зарплату, например, у Роснефти член направления получают по 24 миллиона в месяц, в «Газпроме» по 15 миллионов, середняки, бедняки, там, скажем, ОРЖД по 5 миллионов член направления получают в месяц. Это как бы затраты, а прибыль пойдёт государству, останется, какая останется прибыль, так как можно надо больше захватить от этого государства, раз уж, так сказать, мы создали ОАО, а то, что останется, пусть идёт и пенсионерам, и медикам, учёным. Поэтам, музыкантам и так далее и тому подобное. Ну и я думаю, что давно пора сократить рабочий день до 6 часов. 100 лет прошло уже с момента, когда перешли к 8-часовому рабочему дню, и тогда можно осуществлять научно-технический прогресс. Потому что научно-технический прогресс с уставшими рабочими или не успевающие, не имеющие времени, чтобы обучаться, чтобы осваивать новые машины, приёмы, производства, невозможно сделать. То есть, это требование самой экономики, и всем известно, что это требование, это не требование только к российской экономике, это требование уже носит мировой характер, уже мир созрел для перехода к 6-часовому рабочему дню. Вот это, казалось бы, то, что вытекает из движения самой монополии. Потом мы видим на примере некоторых производств, например, в некоторых отраслях, связанных с производством компьютерной техники, как удешевление, удешевление сокращения затрат приводит к понижению цен, несмотря на то, что общая практика в монополистическом капитализме состоит в том, чтобы, во-первых, при снижении затрат получить вот эту дополнительную прибыль, не понизив цены, во-вторых, накинуть ещё на эти цены дополнительно и получить сверхприбыль, и поэтому, при том, что у нас на все продукты идёт с ростом продавительность труда снижение затрат, при этом цены продолжают увеличивать. Вот я задавал коллегам такой вопрос, у нас цены растут или нет? Они говорят, да, нет, цены не растут, цены повышают, сами цены никогда не растут, их повышают умышленно, и это, так сказать, своего рода вредительство. Вред наносится экономике. Какая у нас экономика? Буржуазная, значит, буржуазной экономике вред наносится. Была бы она социалистическая, значит, социалистическая бы наносился вред. Вот, значит, тенденция, которую мы наблюдаем в современном монополистическом капитализме. Что? Какой вывод сделал Ленин из анализа диалектики развития империализма? Что, поскольку идёт вот это превращение капитализма на этапе империализма в такой высшую планомерную, переход в высшую планомерную форму его, то империализм представляет свою полную материальную подготовку социализма. Поэтому остаётся, так сказать, только субъективный фактор. А субъективный фактор, он себя очень ярко проявляет, особенно во время империалистической войны. Как только началась империалистическая война, все настоящие социал-демократы, то есть настоящие сторонники выражения интересов рабочего класса выступили за то, чтобы противодействовать развязыванию этой империалистической войны, выступать против военных кредитов и использовать эту войну для того, чтобы осуществить революцию, поскольку во время войны правительство вооружают народы, и поэтому они дают оружие тем, кто является представителями другого класса, и хотят их погнать на бойню, хотят сделать так, чтобы вооружившись, трудящиеся разных стран убивают друг друга. А в чём состоит военная программа пролетарской революции? Состоит в том, чтобы выступать за поражение своего правительства, я обращаю, не своей стороны, а своего правительства, и за то, чтобы осуществить социалистическую революцию, и тем самым вывести государство из войны и прекратить эту мировую бойню. Надо сказать, что такую задачу вывести из войны решали и решили большевики, потому что именно они прекратили бойню Первой мировой войны. Я был в городе Ипор, был на кладбище, где зелёная травка, очень хорошо подстриженная, и столбики белые, и на столбиках написано, капрал такой-то, из Новой Зеландии, лейтенант такой-то, из Австралии, зачем ты сюда приплыл? За чьи интересы ты сложил в свою голову? За интересы вот тех, кто вас эксплуатирует, кто угнетает, кто их порабощает. Вот такая картина. Поэтому можно сказать, что империализм не только чреват войнами, поскольку мир при империализме поделён между крупнейшими империалистическими державами. Есть группа империалистических хищников сегодня, их можно по пальцам пересчитать. Это Соединённые Штаты Америки, Великобритания, Франция, Германия, Япония и, пожалуй, всё. И другие капиталистические страны – это объекты разграбления, подавления, угнетения. Посмотрите, жалкое существование влачат Испания, та же самая в Европе, жалкое существование влачат Греция, которая якобы помогает. А в чём состоит помощь? Оплачиваются проценты по долгам. А кто давал эти долги? Кто давал деньги под проценты? Те же самые банки германские, французские, английские и прочие. Значит, что такое помощь Евросоюза этой самой Греции? А просто денежки идут в банки, которые дали долги Греции. Вот и всё. А Греция-то ничего не получает. Она как была в долгу и как в шилку, так она и остаётся в долгу, как в шилку. А банков там тоже очень много в Греции. Вот так идёшь, написано «трапеза, трапеза, трапеза». Я думаю, неужели тут везде обедают? Нет, оказывается, это банки. Вот такой, это так будет по-гречески банк. Но вот когда мы рассматриваем, что произошло в связи с тем, что в России победила социалистическая революция, изменился мир, изменилась вся картина мира. Значит, до этого мир был капиталистический. Мы могли говорить, мы живём при капитализме, мы живём в капиталистическом мире. Как только победила социалистическая революция в России, и в этом тоже состоит её величие, начался новый этап развития. Теперь мир состоит из двух частей, из двух социально-экономических систем. Одна система представлена всем остальным миром капиталистическим, а другая система, а именно система социализма, была представлена сначала Советской России, а потом Советским Союзом. И всё. И в таком состоянии мир существовал довольно долго, и надо сказать, что искусство внешней политики и поиск противоречий между империалистическими государствами позволял развиваться Советскому Союзу. При этом в Советский Союз приезжали и американские бизнесмены, которые помогали нам делать трактора. Например, первый трактор, который вышел на Кировском заводе, назывался Форзон, а все, наверное, знают, что когда мы строили Днепрогест, тут тоже были иностранные инженеры. И через железный занавес, вот как есть сейчас такие мембраны, что в одну сторону пропускают, другую не пропускают, или одно пропускают, другое не пропускают. Всякая грязь и дрянь сюда не проходило, а лучшие певцы, писатели, художники, артисты, кто угодно сюда приезжали, и наши представители науки и культуры выезжали на Запад, выступали там и несли действительно светлое и великое. Вот, но это продолжалось в условиях, когда капиталистический Запад пытался взять все-таки реванш. И поэтому то, что существует угроза империалистической войны, войны на уничтожение Советского Союза, это было ясно и Ленину, и Сталину, и просто дурачки, те глупенькие дурачки, которые пытаются рассказывать, что вот Сталин не знал, что будет война. Как ли не знали, когда мы даже перешли с 7-часового на 8-часовой рабочий день, и вовсю готовились к войне, потому что мы понимали, что нас иначе сомнут, с этим были связаны требования к высоким темпам роста, с этим была связана индустриализация, поэтому вовсю строились заводы. Ну, разве может сравниться, вот, скажем, 10 лет того времени уже с 25 годами после... 90-го года. Где построены заводы? Что вы создали? Мы вот и до сих пор пользуемся разработками советского времени. Кто это сделал нынешнюю Россию ядерной державой и державой ракет? Ну, это Советский Союз, но только у нас, скажем, та же самая Сатана имела 10 разделяющихся боеголовок, которая стояла у нас в шахтах, и гарантировала нам мир. А новые, скажем, самые передовые Ярсы, они только 4 имеют головки наведения, поэтому ещё не добрали как раз до того уровня, который был у советских ракет, никак ещё не могут это создать. И если говорить о той мощи, которая имеется у России, а эта мощь, это мощь Советского Союза в снятом виде, конечно, с потерей целого ряда преимуществ. Хорошо, что на сегодняшний день оборонный комплекс, при, конечно, отсутствии настоящей планомерности, но он всё-таки развивается более-менее удовлетворительно. Хотя, вы же понимаете, что если у вас безобразие будет твориться во всей остальной экономике и в остальном государственном секторе, не может быть так, чтобы у вас не воровали золото прямо с заводов, которые производят ракеты. Ну, вот взяли и забрали драгоценные металлы, которые нужны для того, чтобы делать ракету, чтобы там контакты и другие соединения не отказали при взлёте, при подлёте к кораблю, к Международной космической станции. Взяли и утащили драгоценные металлы, какие нам подробности не сообщают. Это говорит о том, что государство свои функции, выполняет плохо, и плохо борется с теми, кто разграбляет это государство. Зато я помню, вот как Ельцин и все его дружки, как они были рады, что за экономические преступления не будет расстрелов. Это была бурная радость, потому что за этой радостью последовал грабёж. У нас прямо по 200 миллиардов отдельные банкиры выводят за границу, а потом сами выезжают. А наименьшая сумма вывода денег из банка за границу 20 миллиардов. вывели, а потом наши правоохранительные органы пытаются договариваться с правоохранительными органами тех стран, куда улетели эти господа. Как бы их обратно вернуть? Ну, это очень сложно вернуть. Тем более, что вы этих господ, если вернёте, денежки-то уже отсюда не вернутся. Поэтому у нас денег море, море, это море через края выплёскивается за границу, потому что действительного планомерного порядка пока ещё у нас нет. И, видимо, как показывает этот же опыт, видимо, при капитализме, где главный принцип один, если меня поставили на государственную должность, то я принципиальный человек, принципиальный, я должен что, о чём думать? Что у нас главный принцип в стране и в государстве приоритет личных интересов? О чём я должен подумать? О личном обогащении. Они думают о личном обогащении. Вы посмотрите, как не борется наш Следственный комитет. Каждый день открываешь Российскую газету и каждый раз обнаруживаешь. Опять филибзятки, опять мошенничество, опять махинации. В том числе и Следственный комитет со своими разбирается. Причём самые, что ни на есть, вот те отделы, которые борются с коррупцией, они тоже оказываются коррумпированными. А что такое коррупция? Ну, это люди, так сказать, получили государственную должность и используют её для личного обогащения. А почему им не используют? Все же используют те средства производства, которые они сами не создавали. Или кто-то сегодня, те, кто имеет фабрики и заводы, их строили. Никто это не строил их. То есть, все это паразиты, которые получили за бесплатно практически фабрики и заводы, землю, недра и так далее. И они обогащаются. А почему же чиновникам не брать пример с этих людей? Потом они берут примеры, когда накопят известное количество денег, выпрыгнут из кресла чиновников и сядут в кресло бизнесменов. А бизнесменов вообще у нас не трожь. И надо, дескать, за экономические преступления наказывать бизнесменов мягче, как заботится омбудсмен, гражданин Титов. А почему мягче это нужно? По-моему, наоборот. Вот, например, в Спарте было такое, если вернуться к эпохе рабовладения, в Спарте было такое положение, что если это простые люди, рабы, то их за пьянство пресекли плетьми. А если это патриции, значит, их нужно было казнить смертной казнью. Так, и что в итоге получилось? Получилось, что желание уничтожить Советский Союз и желание вернуться в такое положение, когда был бы империализм, можно было бы кучки государств грабить весь мир, а уже Советский Союз нельзя было грабить. Это такая территория, которую сейчас она всех приманивает, как бы их прибрать к рукам. Это вот такую территорию. Нам всё время намекают, что слишком вас мало, и вообще это неправильно, что вам досталось так много и так далее. И, учитывая всю историю, хотя мы знаем, что Испания имела колоссальные колониальные владения, Франция имела колоссальные колониальные владения, Великобритания, Которая ведёт себя сейчас более-менее скромно, она грабила Индию и другие страны, которые значительно древнее и культурнее, чем та же самая Англия, они продолжают также смотреть на мир и смотрят также с такими же вожделенными глазами на территорию России и на российские богатства. И никаких сомнений не может быть в том, что как только Россия ослабеет, эти богатства сразу заберут. И вот в этой ситуации надо сказать, что то, о чём Ленин писал в этой работе «Империализм как высшая стадия капитализма», в очень маленькой работе ещё написана популярная очередь, она действительно популярно написана, но надо сказать, что похоже, что наши крупные руководители её не читали, и они никак не поймут, что мы живём при империализме, при государственно-монополистическом капитализме, а и что это последняя ступенька, за которой никакой другой ступеньки нет, что следующая ступенька – социализм. Поэтому, когда разразилась Вторая мировая война, чем она закончилась? Во-первых, она закончилась победой того государства, которое представляет более высокую общественно-экономическую формацию, а именно коммунистического государства Советского Союза. Всем понятно, что решающую роль в разгроме немецкого фашизма, этого античеловеческой теории и практики сыграл Советский Союз, и вынуждены были конкурирующие с Германией и государством, такие как Соединённые Штаты Америки и такие как Великобритания, вступить в Союз с Советским Союзом, поскольку выхода у них другого не было, потому что Германия действовала так, как действует действительно крупное империалистическое государство. Она, конечно, съела бы и Советский Союз, и лишила бы Великобританию, её колонии и независимости, и могла отнять всё, чем обладает Соединённые Штаты Америки. Поэтому не от хорошей жизни вступили в Союз с Советским Союзом, Великобритания и Соединённые Штаты Америки. Это было единственное спасение, то есть страны капиталистические присоединились к социалистической стране для того, чтобы спастись от фашизма. Вот урок, между прочим, Второй мировой войны. А после мировой войны произошло то, что было после Первой мировой войны начались революции. Ну, в Европе эти революции прошли более-менее мирно. Я имею в виду революцию в Чехословакии 1948 года, революцию в Польше, революцию в Венгрии, в Болгарии, в Румынии, в Югославии. При поддержке Красной Армии и Советских войн там было обеспечено мирное развитие революции. Совсем не так обстояло дело на Востоке, в более крупных государствах, имеющих больше, на самом деле, историческое значение, что вот те самые маленькие страны европейские, о которых много-много ведется разговор, вроде там Латвии, Литвии, Эстонии, которые не хотели быть союзниками России, ну, значит, они будут под пятой иностранного капитала и будут мыть горшки в Европе. Люди оттуда выезжают, из Латвии, например, выехало уже 600 тысяч молодых людей, ну, более образованных, чем те, которые остались. И преимущественно латыши. Поэтому, если дальше так дело пойдет, в Латвии останутся русские одни. Тогда Латвия, состоящая из русских, наверное, попросится в Россию, потому что какого-то другого дохода нет. Причем это идет, ну, чисто стихийно. Точно так же, как сюда приезжают из Узбекистана гастарбайтеры, из Киргизии, из других стран Средней Азии. Точно так же из Латвии, Литвы, Эстонии люди уезжают туда. И где их предприятия? Предприятия разрушены, крупные производства разрушены. Вместо того, чтобы быть индустриально-аграрной страной, Латвия, Литва и Эстония превратились снова в аграрно-индустриальные. Но никому это не нужны, их ни масло, ни молоко, потому что у нас свое есть, в Европе тоже есть свое завалить. Поэтому, они не имеют ни рынка сбыта, ни особенных источников сырья, и поэтому влачат жалкое существование и находятся на задборках Европы. И вообще, несмотря на то, что есть такое явление, как эгоизм малых стран, о котором говорил Ленин, они готовы, так сказать, свои интересы поставить выше интересов вообще всего человечества. Несмотря на это явление, они ходят, так сказать, в жалком состоянии, и никаких перспектив у них после вхождения в Европу, как они говорят, нет. Вот что можно констатировать. И наоборот, что произошло на Востоке? На Востоке там без крупных сражений дело не обошлось. Во-первых, в 1945 году во Вьетнаме началось восстание и победило восстание одновременно против японских и против французских завоевателей. Дело в том, что и Вьетнам, и Камбоджа, и Лаос находились там в состоянии французской колонии. Французы грабили эти страны богатейшие. А и богатейшие имеющие колоссальную историю и культуру, древнейшую. Не менее древнюю, пожалуй, и более древнюю, чем Франция. Точно так же, как Великобритания грабила Индию. А Индия, конечно, если копнуть историю, ее история простирается гораздо дальше, чем писанная европейская история. И вот во Вьетнаме, воспользовавшись тем, что японцам нужно было как-то подтягивать свои силы в связи с приближением к окончанию войны, и они собирали все силы и стянули их даже из Вьетнама для того, чтобы попытаться удержаться от поражения. И в связи с тем, что французы там в это время не готовы были активно действовать, там было поднято восстание, и образована Демократическая Республика Вьетнам. Величайшим деятелем этой революции является Хо Ши Мин, изучение его истории жизни и борьбы позволило бы вам очень далеко продвинуться в том, как надо выступать за новое общество, и как надо гибко и тонко и умно бороться, потому что дальше пришли французы, захватили снова, значит, города. Вьетнамская Демократическая Республика как бы ушла в горы, ушла в леса, в джунгли, но она не пропала. Она готовила свою армию и, наконец, одержала победу. Тогда пришли американцы. Американцы воевали с Вьетнамом. Кто победил? Победила Социалистическая Республика Вьетнам при поддержке Советского Союза и при поддержке Китая. В итоге, вот после того, как победила Социалистическая Республика Вьетнам, она образовала единый уже Вьетнам, не только Северный, но и Северный и Южный, и сейчас является крупным государством, там 92 миллиона человек. Там развивается экономика, наука, культура. Руководит Коммунистическая партия Вьетнама, с которой встречался товарищ Медведев. И приходится встречаться с коммунистами, потому что Россию хотят съесть в современном мире. А кто её не съест? Её не съест Вьетнам, её не съест Китай, её не съест Лаос, её не съест Куба. Её не съест ни одна социалистическая страна. Поэтому те государства, буржуазные в современном мире, которые являются объектом угнетения, или подавления, или принижения, они стихийно начинают сближаться. С какими государствами? С такими, в которых победила Социалистическая Революция. Социалистическая Революция во Вьетнаме победила в 45-м году. В 48-м году социалистическое государство возникло на Корейском полуострове, Северная Корея, КНДР, Корейская Народно-демократическая Республика. Там сейчас построен социализм, низшая фаза коммунизма. Ясно, что корейский народ не допустит уничтожения своей страны, поэтому он идёт тем путём, который является самым оптимальным и экономически самым оправданным. Он, так сказать, вместо разработки высокоточного орудия, оружия, он обеспечивает себе ракетно-ядерный щит, и он прекрасно понимает, что если он не будет этим щитом обладать, он будет в момент уничтожен. С нынешней же Кореей все вынуждены считаться. И считаются. В 1949 году, после продолжительных боёв против Гоминдана, против боёв, которые возглавляла Коммунистическая партия Китая, при поддержке Советского Союза, который оставил трофейное японское оружие и своё оружие, которое он ей передал, и которое было использовано в войне на Манчжурии в войне с японцами, используя вот эту поддержку Советского Союза, Китай разгромил Гоминдан, Китайская Народная Республика появилась в 1949 году. Что мы можем теперь сказать про Китайскую Народную Республику? Она пару лет назад, она вышла на второе место, на сегодняшний день с 2014 года, простите, не пару лет назад, ещё пораньше, а с 2014 года она находится на первом месте в мире по объёму валового внутреннего продукта, по объёму ВВП. Это крупнейшая держава мира, она на третьем месте по территории. Население Китайской Народной Республики 1 миллиард 380 миллионов человек. Вот прибавьте сюда население Вьетнама, 92 миллиона, прибавьте сюда население Кореи, 25 миллионов, прибавьте сюда население Лаоса, который в 1975 году после продолжительной борьбы с французскими колонизаторами всё-таки отстоял свою независимость и тоже создал социалистическое государство под руководством Кейсона Фамбихана. Вот Лаос – это ещё 7 почти миллионов человек. Плюс Куба, которая в 1959 году стала социалистической в результате революции, которую возглавлял Фидель Кастро, великий в вождь и лидер кубинского народа. В итоге это 1959 год. Посмотрите, что за Октябрьской революцией и при поддержке Советского Союза все вот эти страны, которые самоотверженно боролись сами и потерпели колоссальную жертву и понесли колоссальную жертву в борьбе за свободу, независимость и социалистическое будущее своей Родины, за освобождение от эксплуатации. Все они получали поддержку от Советского Союза, а сейчас картина стала обратной. Сложился социалистический лагерь, сложилась целая система социалистических государств. Она, правда, понесла потери в Европе, а именно Россия перестала быть, Советский Союз перестал быть социалистическим, и на сегодняшний день мы имеем буржуазную Россию, буржуазную Туркмению, буржуазную Узбекистан и так далее, буржуазную Латвию, буржуазную Эстонию, Литву. Также те государства, которые были связаны и которые также были вовлечены в ревизионизм, в отказ вообще от теории классовой борьбы, от теории диктатуры пролетариата, в отказ от диалектики, от марксизма. Вот все эти государства, они потерпели поражение, но мир, лагерь социализма потерпел поражение, но не было разбито, а именно на сегодняшний день в нем полтора миллиарда человек, в нем самая крупная экономическая держава. Вот как только Китай построит третий авианосец, который он сейчас строит, он будет на втором месте по числу авианосцев. Он является ядерной державой, он является ракетной державой, ракетно-космической, и он сам запускает спутники и станции, и он вполне самостоятельный в этом отношении на сегодняшний день. Он находится на передовых рубежах научно-технического прогресса, и в программе Коммунистической партии написано «Государство, диктатуры, пролетариата». И с теми людьми, которые попытались пойти по той же дорожке, по которой пошел Горбачев, а дальше Ельцин, они очень жестко поступили. Хуябан, который заявил, что он друг Горбачева, и приветствует его так называемые реформы и перестройку, был через год после его избрания изгнан с этого поста, и потом сам умер. А вот следующий генеральный секретарь Джао Цзэян, который вышел на площадь Тяньанмэнь и сказал представителям китайского Майдана, что вот мы вас поддерживаем, мы будем с вами все эти проблемы решать, все это будем осуществлять. После этого выступления Джао Цзэяна, Бен Сиапин, который считался, так сказать, и считался прагматиком, он глава военной комиссии ЦК КПК, в своем борце собрал политбюро, Джао Цзэяна изгнали из генеральных секретарей и подсадили под домашний арест, под которым он просидел 15 лет и умер в дворце в роскошном, в Пекине, так сказать, никто его не обижал, не подавлял, но там обошлись без этого самого поворота, которые хотели навязать уже здесь Горбачев и Ельцин и китайским товарищам. Китайские товарищи оказались мудрее, они пошли, так сказать, коротко говоря, ленинской дорогой, они дорогой Каутского или Троцкого, они не отвергли учения марксизма и ленизма, они ему в этом смысле верны. Корейцы говорят, что у них учение Чучхе, это, так сказать, тот же самый марксизм-ленизм с подчеркиванием активной роли субъекта государства, народных масс, трудящихся и так далее. Это вполне марксистские интересные книги. Мао Цзэдун тоже, так сказать, вполне глубокие марксистские книги написал, особенно ценным является критика Хрущева. Вот это некоторые, можно считать, редкостью, но вот в сборнике, посвященном Сталину, мы опубликовали одно из писем Мао Цзэдуна по поводу хрущевского ревизионизма. Это блестящая работа, в которой показано, что так называемые советские товарищи покинули марксизм-ленизм и встали на дорогу враждебные вообще марксизм-ленинизм. И как на это среагировала власть там, особенно, скажем, гражданин Суслов, устроили военные действия на Даманском. Значит, перебили известное количество китайцев, потом отдали Даманский китайцам, потому что, видимо, он им и должен был принадлежать. И вся эта проблема разрешилась. Когда она разрешилась? Когда Суслов умер. Пока он не умер, у нас были натянутые отношения с Китаем. И как только умер Суслов, у нас стало всё хорошо. И что теперь? Вот теперь есть такой полюс. Полюс очень крупный. То есть, все социалистические государства, против которых империализм уже выступал многократно и вел с ними вооружённую борьбу, уже вёл и против Китая, и против Кореи, и против Вьетнама, и против Лаоса, и против Кубы. Вот всё это кончилось с тем, что с ними придётся мирно сосуществовать уже. Теперь получается так, что в той части мира, которая остаётся капиталистической, то есть, в отставшей части мира, которую хотят представить как единственную часть мира, и не замечать вот эти полтора миллиарда, которые идут вперёд, и идут вперёд гораздо быстрее, чем вот эта большая часть, в которой по-прежнему господствуют отношения эксплуатации, ограбления одних стран и народов другими государствами, кучкой сверхбогатых государств. Причём, если раньше боролись разные империалистические державы, то есть, вот был блок перед Второй мировой войной. С одной стороны Англия, Франция, а с другой стороны Германия, Япония, то вот эта вот драка, в которой, так сказать, Великобритания и Соединённые Штаты Америки привлекли Советский Союз, решая свои задачи конкурентные, они тоже имели свой интерес, они разгромили ту команду, которая им противодействовала. Теперь в мире есть одно большое государство Соединённых Штатов Америки, а все остальные построены по струнке. Это и Германия, и Япония, и все остальные, и все они слова не могут молвить против американцев. И поэтому та политика, которую проводили Соединённые Штаты Америки, по крайней мере, пока там сидели деятели из Демократической партии, а именно и Обама, и его предшественники из Демократической партии, они осуществляли политику фашизма на экспорт, и у них в копилке несколько уничтожены государства. Они уничтожили государство Югославия, крупное европейское государство, раздробили его на мелкие части, которых всех, так сказать, не перечислить и не упомнишь. Маленькие государства, которые ничего теперь не значат ни в экономике, ни в политике, ни в какой самостоятельной позиции занимать не могут. Они набросились под надуманным предлогом на Ирак, а теперь, значит, в результате этой борьбы против Ирака, в результате ввода туда войск и военных действий, они уничтожили светское государство, и теперь там везде действуют государства национальные, простите, национальные, религиозные, религиозные государства. И в итоге начались религиозные войны. Они являются тем источником, который породил ИГИЛ. Дальше, значит, Европа во главе с Соединёнными Штатами, цивилизованная, набросилась на Ливию, в которой было бесплатное образование, бесплатная медицина, в которой не было большого неравенства, но, к сожалению, экономика была империалистической, то есть нефть добывали империалистические страны и частично делились с Ливией доходами. И когда ливийцы хотели получить большую долю, значит, они уничтожили и ливийское государство, и ливийского государства на сегодняшний день нет. Кто устроил нынешнее движение в Европу мигрантов? Это всё устроили государству Западного блока во главе с Соединёнными Штатами Америки. Соединённые Штаты Америки сидят там за океаном, потирают руки, а все прелести вот этого самого набегов мигрантов, которые никуда бы не побежали, они бегут, потому что их родина уничтожена, их дома сожжены, нет ничего. Поэтому из Ливии, хоть тони в Средиземном море, хоть плыви на чём хочешь, но выбирайся в Европу и куда-нибудь пробирайся, в Германию или во Францию. Ну, вместе с ними пробираются, естественно, и террористы, потому что в этом потоке затесаться террористам ничего не стоит. Поэтому то, от чего сейчас страдает Европа, она организовала под командой и по инициативе Соединённых Штатов Америки, и не надо этому, собственно, удивляться, и не надо говорить, вот к нам идут мигранты, да это не к вам идут, это вы погнали людей, вы выгнали их из домов, дома сожгли, уничтожили, нету ливийского государства. Ливийское государство тоже было светским. Они и третью задачу хотели решить – уничтожить ещё одно светское государство, сирийское. Ну, вот тут Россия оказалась им на пути. Почему? Потому что у России это единственная база там военная, это единственная возможность выхода в Средиземное море. Если бы отобрали эту базу и возможность там иметь базу на Средиземном море, значит Россия фактически перестала быть великой державой. Поэтому для России это вопрос, так сказать, жизни и смерти, сохранения этой своей базы. Поэтому Россия горячо поддерживает, в том числе и исходя из своих интересов. И исходя из своих интересов поддерживает борьбу сирийского народа против того, чтобы уничтожить сирийское государство, поставить там место светского государства. тоже религиозное. И там вот этот смерч, который может породить ИГИЛ, он бы давно уже существовал. И я думаю, что в Дамаске сидело бы правительство этого самого ИГИЛ. И тогда мы бы имели дело не с каким-то движением, которое дозывается только исламское государство, а действительно с государством. А с государством надо вести войну гораздо тяжелее. И его одни бы признали, другие не признали. То есть это, в общем, очень тяжелая была бы проблема. Поэтому совершенно правильно, что Россия, не дожидаясь того, что вот к этому дело придет, вынуждена защищать свои интересы. И интересы защищают потому, что иначе ИГИЛ придет к нам в Среднюю Азию. И что делать в такой ситуации на сегодняшний день крупным государствам, которые не хотят быть объектом грабежа и эксплуатации? Ну что это за государство? Начинаем перечислять. Это вот Бразилия, это крупное государство, в котором быстро развивается экономика, в которой есть, как говорится, все для того, чтобы оно могло развиваться как самознательный государство. Куда ему нужно примыкать? К Китаю, иначе его съест Америка. Россия. Куда ему нужно примыкать, этому буржуазному государству, чтобы его не съела крупная империалистическая буржуазия и других стран, то же самое Соединенные Штаты и блок НАТО, чтобы его не уничтожили. Китаю. Куда нужно примыкать Индии? Индия по количеству населения примерно на том же уровне, что и Китай, там тоже за миллиард населения, и возможно она даже и перегонит по численности Китай, там тоже порядка миллиарда, трехсот миллионов, куда примыкает Индия. Индия раньше, так сказать, как-то так немножко враждовалась Китаем, а она теперь понимает, что она может в этом мире удержаться только сотрудничая с Китаем, которая имеет первое место в мире по объему производства. Южная Африка, тоже чтобы стать самостоятельным государством и вести своё самостоятельное развитие, тоже нужно блокироваться с кем? С Китаем. Что мы получаем? БРИКС. Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южная Африка. Вот что мы получили. Что такое БРИКС? БРИКС – это союз некоторых капиталистических государств, которые не хотят быть объектом колонизации и разграбления со стороны Соединённых Штатов Америки и их сателлитов. И социалистических государств, которые ведут свою независимую линию, развиваются быстрее капиталистических, и они не против того, чтобы блокироваться с теми капиталистическими государствами, которые не идут в фарватере захватничества и империалистической политики Соединённых Штатов Америки. Поэтому Китай проводит дружественную политику и по отношению к России, и по отношению к Бразилии, и по отношению к Индии. А вот Китай, Вьетнам, Лаос, та же самая Куба, а Куба блокируется с Россией, а Россия блокируется с Кубой, и это очень важно. Поэтому не случайно, вот скажем. И так получается, что товарищ Медведев едет во Вьетнам и встречается с генеральным хитарём Коммунистической партией Вьетнама. А товарищ Путин, который лидер буржуазного государства, приезжает на Кубу, и когда вот он приезжал, он встречался с Фиделем Кастро, мало кто с ним встречался. Вот товарищ Путин встречался. И Фидель Кастро, наверное, не всех принимает, но он встретился. Имея в виду, что странам социалистического лагеря тоже приходится блокироваться, заключать известные союзы со странами капиталистическими, если они не идут в фарватере захватнической политики Соединённых Штатов Америки. Вот картина. И вот если мы эту картину для себя нарисуем, то что можно, так сказать, видеть в итоге такого рассмотрения движения, диалектики современного мира, что надо уйти от представления о том, что современный мир или что мы живём в капиталистическом мире, это старое, отсталое и неверное представление. В капиталистическом мире мы жили до 1917 года. Более того, уже до 1917 года, начиная с конца 19 века, мы жили уже при империализме, а империализм не только чреват войнами, но ещё он не чреват и революциями, и что он высшее, империализм, высшее и последнее, стадия капитализма, умирающий и загнивающий капитализм. Очень рекомендую самую злободневную, современную или суперсовременную книгу «Ленин и империализм как высшая стадия капитализма». Ничего умнее и глубже про современный империализм не написано. А вот всякий, а то, что нам сообщают там по телевидению, по радио, это всё описание. Это не теория вопроса. Это описание, кто с кем встретился, кто чего куда привёз, кто откуда что увёз и так далее. Здесь никакой науки нет и нет никакой глубины. Научных произведений глубоких, гениальных мало. Вот гениальное произведение такое. Оно будет, сколько оно будет, это произведение, империализм как высшая стадия капитализма, ценность. Оно будет иметь ценность, пока существует империализм. Может, он будет сто лет существовать и ещё, так сказать, по частям будет переходить в социалистические государства. Так что вот это противоречие существует двух систем на сегодняшний день. Системы капиталистической, отживающей, умирающей, загнивающей. Отсюда то, что она загнивает, это все же видят. Ну, если уже браки заключают, мужчина с мужчиной, ну, ясно видно, что это элементы загнивания, причём на государственном уровне, это одобряют, ходят, рассматривают это как некое демократическое завоевание. Ну, откройте вы, скажем, того же Эйнгельса, происхождение сейчас и собственности государства, он вам объяснит, что любовь, вообще это чувство любви, оно связано с продолжением человеческого рода. Ясное дело, что если бы у нас браки были однополые, человеческий род бы не продолжался. Потому что это ненормальность, это совершенно ясно на любому нормальному человеку. А те люди, которые доказывают, что это ненормально, что это нормально, сами ненормальные. Таких ненормальных уже очень много, и они группируются. И мало того, что они ненормальные, они ещё ходят, хотят парады делать. Хорошо, не додумались, парад одноглазых, парад слепых, парад глухих. Ну, есть какие-то дефекты, люди с ними борются, преодолевают. Всяко может получиться, никто, как говорится, не заказан. Но как мы узнаем, что кто-то гомосексуалист, если он об этом не будет кричать на всю улицу? Вот если около моего дома будет, а я живу на первом этаже, будет кто-нибудь кричать, что он гомосексуалист, я выйду и дам ему палкой по голове, чтобы он не орал. И чтобы он не ходил и не демонстрировал свои, так сказать, наклонности. Ну, ты гомосексуалист, до свидания, нас это не волнует. Это твое личное дело. Причём тут парады-то? Нет, они же норовят и 1 мая выйти, и 7 ноября на демонстрацию со своими радужными знаменами. ЛГБТ-сообщество. То есть целое сообщество. Как же это? Гонимые, это чуть ли не революционеры и так далее. Конечно, это гниение, самое настоящее. Или то, что вы включаете телевизор, и вы видите фильмы, в которых убирают, убивают, жгут, насилуют, убивают, жгут, насилуют, убивают, жгут, насилуют. Или там какие-то пришельцы. Ну, ладно, там, я понимаю, там, в молодом возрасте посмотрели, там, какие-то фантастические рассказы, но всерьёз заниматься в направлениях целого кинематографа на то, что вот, так сказать, воюет кто-то с прицельцами, с пришельцами, так сказать, из других миру. Ну, это даже видно, ну, что-то детский лепет такой. До какого уровня надо опуститься, чтобы вот культура была такой жалкой. У тех людей, которые считаются столпами этой самой культуры. Тем более, что у нас есть достаточно людей, и очень умных, и очень образованных, и очень культурных, и произведения замечательные, которые не видно и не слышно. Почему? А потому что засыпано этой трухой, этой всей ерундой, этой глупостью. Поэтому, если раньше радио это было носителем культуры, то сегодня вот загнивание выражается в том, что они же говорить не могут по-русски. Они же не могут сказать без бээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ элементарный поэтому загнивание можно видеть на каждом шагу или дети это значит им навязывают какой-нибудь wings потому что нужно продать этих wings of и тогда с родителей тянут деньги чтобы они платили за эти самые непонятные животные непонятные куклы они не похожи ни на то ни на все со странным разрезом глаз и у них там странные отношения с так называемыми специалистами мужеского рода и так далее потом вместо них появляются скелетоны то есть скелеты это значит мы должны у дети ходят им продают какие-то игрушки со скелетами потом начинают что-то продавать просто страшилища всякие эти страшилища они это вот куклы для детей и так далее то есть наши дети тоже являются объектом вот такого воздействия ради чего ради то тех прибылей которые получают если скажем его кукол каких-нибудь гробах продают и этого демонстрировали даже что вообще продают и что показывают поэтому так называемая поп-культура поп ну вот это буквально то производится как популярная но по-русски это поп-культуру так и звучит как поп-культура вот что мы наблюдаем здесь на сегодняшний день следовательно вот если вы хотите увидеть то что свободно от этой всей грязи поезжайте в корейскую народно-демократическую республику там недавно был один из заместителей нашего центробанка и вывесил в интернете прекрасные фотографии там замечательная архитектура высотные дома красивейшие значит улицы чистые опрятные по ним ездят троллейбусы ничего не загажено это я сам когда там был видел что вот вы едете подъезжаете городу идут рисовые поля красота и чистота и чувствуется то что они называют страна утренней свежести и вот вы приехали начинается асфальт город красивые здания сооружения памятники у нас подъезжаешь к тому же самому ленинграду на поезде ты как будто едешь по луне какие-то склады какая-то грязь какие-то помойки сплошь и рядом ну вот говорят что теперь товарищ иванов который был главой администрации будет защищать заниматься очищением этих помоек этого конечно очень хорошо но думаю это будет очень серьезное и долгое и трудное дело и учитывая что здесь все начисто гане построена в современной россии не очень верится в то что у нас эта грязь будет вычищена вы пойдете туда в школу увидите там детей которые одеты очень опрятно которые спортивные которые занимаются художественной самодеятельности поют прекрасно выступает прекрасно прекрасной библиотеки у них книги через две минуты вам выдадут книгу она нажми кнопку и через помощь и в м ты получаешь что книгу которую заказывал страна работает страна поет стране прекрасная музыка нет конечно там ночных клубов поэтому хромая лошадь там исключена исключена это там храя лошадь потому что кто вот в ночных клубах наверно те кто в ночную смену работают может быть водители трамваев которые в четыре часа утра встают или может быть люди которые в метро у нас ночью должны мыть все убирать потому что миллионы людей проезжают в метро значит там надо заниматься уборкой эти люди пойдут ночные клубы кто туда ходит туда ходят люди которые являются паразитами и дети этих паразитов которым дают деньги они разъезжают на дорогих иномарках и давят так сказать или устраивают аварии и мы знаем что кто только не разъезжает на эти гелендваген их и в общем то с ними поступает пока очень мягко мне кажется то есть современная картина мира или ответ на вопрос в каком мире мы живем такого мы живем в мире переходном мы живем в мире в котором значительная часть населения уже живет в переходном от капитализма к коммунизму периоде вот 25 миллионов живут в первой фазе коммунизма это северокорейцы вот эта вся часть мира хорошо обеспечена экономически интеллектуально там никто не громит академии наук там не сокращают образование там не сокращает субсидирование науки культуры там ничего такого что мы наблюдаем там никто не говорит что сейчас у вас пенсия 60 а тот же кудрин говорит надо ее обязательно повысить ему сказать давайте придумайте как повысить темпы экономического роста оказывается для этого надо просто увеличить срок выхода на пенсию то есть видимо не дают покоя лавры ельцина ельцин же задачу решил тогда средний возраст мужчин был 59 лет а пенсия 60 вот оно решение сдают люди значит на пенсию на пенсию на пенсию есть вычитают предприятие организации сдают потом наступает время пенсии этих людей уже нет красота то есть проблема пенсионеров в отношении мужчин ельцина решила женщины они ведут себя неприлично они продолжают себя жить после того времени когда они вышли на пенсию и вот и приходится им пенсию выплачивать нельзя ли вот увеличить пенсионный возраст так чтобы и женщины тоже уходя на пенсию эту пенсию не получали потому чтобы они умирали раньше чем они будут пенсию получать вот на чем бьется пытливая мысль наших так называемых экономистов и они вот считаются экономистами докторами их вроде слушает они выступают по радио по телевидению делают вид что они что-то там изобретает а нечего им там изобретать они ничего умного предложить не могут кроме того что пусть все идет стихийно само собой а мы видим что стихийно то все разрушается стихийно разрушается хотя раз таки нового все равно у нас есть они были есть у нас есть он например тот же константин бабкин который занимается развитием сельскохозяйственного мажностроения он предприниматель но он организовал производство прекрасных комбайнов лучше чем многие иностранные и он имеет свои предприятия и в канаде и он имеет свои предприятия и в других странах и продает нашу сельскохозяйственную технику за рубежом поэтому доказывать что мы не можем а у нас вот постоянно висят на айха москвы доказывает мы не можем производить автомобиль и мы никогда уже не будем производить автомобили точка уже пройдена возврата уже никогда вы не вернетесь то есть вы эта грязная россии никогда не вылезете из этого самого болота да россия много раз вылезала из этого болота вот и разбиралась с теми кто вот каркал, так сказать, в отношении России, что ничего у него не получится. Ещё, так скажем, есть противники, а есть люди, которые рядом с тобой стоят и считаются, говорит, твоими или твоими гражданами, или тоже патриотами, говорят, ничего у вас не вы, ничего у вас не вы. Ну, так и хочется взять и, так сказать, дать им по голове. Ничего другого я вот сказать не могу. Какая может быть реакция у людей? То есть, этих гнусных людей так много, и они так сильно, как говорится, и широко выступают, что они просто некая лавина торможения. И с этим, чтобы справиться, нужно настроиться, если мы понимаем общую тенденцию развития мировой экономики и общую тенденцию мирового развития, какая тенденция? На сегодняшний день, после тех боёв, которые провели те социалистические государства, которые остались, и после того поражения, которое некоторые государства потерпели, отступив от марксизма и ленинизма, совершенно стало ясно, что есть вот единственная дорога спасения человечества и спасения трудящих, спасения народа в земле, в том числе от войн и грабежа, это движение к социализму. И это движение, оно неостановимо. Почему? Да потому что, ну вы же знаете, что все попытки двадцатки договориться, что давайте сделаем так, чтобы у нас темпы роста были не меньше двух процентов. Договорились. И что? А у нас вот меньше двух процентов. Вот тоже Россия меньше двух процентов. И в других странах не очень здорово получается. А в Китае там больше восьми. И в других странах темпы роста выше. Значит, соотношение сил, экономических сил, меняется и будет меняться всё больше и больше в сторону стран социализма. Поэтому ситуация здесь очень сильно изменилась. Если раньше, ну можно сказать, что только военно-революционным путём изменялось соотношение сил, возникло ещё одно государство, вот прибавилось в лагере социализма и стало больше людей, больше территории. А теперь просто экономическая мощь стран социализма будет вырастать быстрее, и она и вырастает быстрее, чем в странах капитализма. И с возрастанием экономической мощи социалистических стран, которые находятся в основном в переходном периоде от капитализма к коммунизму, с возрастанием мощи социалистических стран всё больше людей будет к ним примыкать, примыкать, государство будет к ним примыкать, спасаясь от вот этих бандитов и разбойников, которые себя считают цивилизованными странами и тоскуют по тем временам, когда у них были колонии, потом неоколонии. Та же Франция, она вообще хозяйничала на территории Вьетнама, Камбоджи и Лаоса и грабила там безостенчиво, и грабила и убивала. Те же самые американцы сбросили на Лаос, на тот путь, по которому шло снабжение Вьетнама вооружением и продуктами, и другими средствами, и социалистических санкций, сбросили 250-260 миллионов авиабомб. 250-260 миллионов авиабомб. Так написано в Википедии. Это люди, которые считают себя цивилизованными. Наверное, так считали себя цивилизованными американцы, когда они убивали индейцев американских, они их всех убили. Местных жителей, аборигенов. Ну, несколько человек оставили там, может быть, десятков человек, сотен, может, и даже несколько, и тысяч для развода, что, дескать, вот тут есть местные жители. А как их убивали? Те с топориками, а эти пришли с ружьями, свободные граждане. Тем же самым индейцам испанцы и португальцы, которые не хотели на них работать, рабами в Южной Америке, отрубали руки. Сходите в Эрмитаж, посмотрите картины художников, которые отражают живописно, что тогда происходило. То есть, движение идёт однозначно в сторону развития социализма, расширения стран социализма и сужения сферы империалистической. Относительная, конечно, абсолютно может она и расти. Соотношение сил изменялось, меняется и будет изменяться в пользу социалистических стран. Надо понять, куда дует мировой ветер. Мировой ветер дует против капитализма, за социализм. Поэтому вынуждены, скажем, сегодня буржуазные деятели отмечать Великую Октябрьскую социалистическую революцию, показывать фильмы советские, прекрасные, там, шахтёры, великий гражданин. Вынуждены проводить мероприятия, на которых они, ну, конечно, стараются принизить значение Великой Октябрьской социалистической революции, хотят её смешать в единую кашу с буржуазной февральской революцией, хотя, ну, самому, мало-мальски грамотному человеку ясно, что одно дело переход от феодализма к буржуазному строю, а другое дело переход от буржуазного строя к коммунистическому строю. Эти революции никак нельзя соединить в одно, хотя в той же самой России, которую считали отсталой. Рабочий класс вырос настолько, что он сумел побороть и феодализм, так сказать, и снести феодальную власть, и через короткий период времени приостановил или остановил деятельность Временного правительства и утвердил власть Советов. И надо сказать, вот в восточных этих странах, о которых шла речь и в Вьетнаме, и в Лаосе, в котором окончательно установилась социалистическая власть только в 1975 году, и в Китае на революционные комитеты, всегда были низовые органы, которые избирались очень близко к тому, как это делалось в России. Другое дело, что в России перестали потом избираться советы по предприятиям, и может быть это повлияло в негативном плане и на то, что происходит в странах социализма. Там тоже такой устойчивости и прочности, какая была у Советской России благодаря выборам депутатов по фабрикам и заводам, такой еще прочности и устойчивости нет. И у меня были такие мысли, что так прекрасно в Северной Корее, а вдруг придет в Северокорейский Хрущев. И тогда тоже он будет такой же обвал, как был в Советском Союзе. То есть, об этом надо думать и надо понимать, что борьба идет и при социализме в той же самой Корее, и в переходном периоде от капитализма коммунизма. Потому что что такое переходный период от капитализма к коммунизму? Это восстановление коммунизма. Восстановление есть возникновение и прихождение. И надо думать и бороться за то, чтобы возникновение побеждало прихождение. И это вполне диалектическая задача. Ясно, что решить эту задачу с полным знанием и пониманием можно только овладевая диалектикой. Поэтому и решение крупнейших таких политических, исторических, гигантских задач, оно осуществимо, если мы будем овладевать диалектическим методом. Что я всем и желаю. Спасибо за внимание. Субтитры создавал DimaTorzok